Приветствую вас на своем уроке по построению такого красивого глазика с сиреневым макияжем. Все материалы для выполнения этого урока, а также пошаговый туториал, состоящий из 27 шагов, вы сможете найти по ссылке, которую я прикреплю под данным видео. Итак, мы начинаем. Для начала я наметила общую форму. Простроила бровку, которую мы особо не видим, как выглядит у нас на фотографии. Но я предположила, где у него будет изгиб. Наметила блики схематичными геометрическими фигурами и сам глазик, верхнее и нижнее века, которые у нас в принципе образуют круг, ведь глазная впадина у нас имеет форму круга. И дальше уже на новом слое я создаю свой первый черновой набросок, где не просто обвожу те линии, которые мы построили, а думаю перед тем, как сделать какую-то из основных линий. Нам не обязательно на этом этапе делать все аккуратно, можно делать схематично, прорисовать примерно, как будут выглядеть волоски на брови, где-то наметить, как у нас будут веснушки и прикинуть, как будут выглядеть ресницы. Но я их нарисую потом, поэтому я их и стерла. А сейчас мы начинаем построение чистового наброска поверх нашего чернового. Снижаем непрозрачность чернового наброска и берем такой бордовато-красноватый оттенок и начинаем аккуратненько строить все основные линии. На данном этапе я оформляю наш глазик верхнее и нижнее века. Прорисовываем радужку и зрачок нашего глазика. Прошу заметить, что зрачок нашего глаза больше находится к верхней части глаза, не ровно по центру, а ближе к ресничному краю. Прорисовываем толщинку верхнего и нижнего века и подштриховываем в тех местах, где видим темные оттенки на нашем макияже. Оформляем бровь волосками и также схематично намечаем все блики. И можно на этом этапе нарисовать реснички, но на отдельном слое. Побаловаться с их изгибом и пока мы их убираем. Они у нас остаются на отдельном слое и начинаем заливку. После заливки мы начинаем прорисовывать тени. В тени мы уходим почти все верхнее веко, область под брови. Также нижнее веко подчеркиваем, наш блик на скуле и вот эту вот впадинку, у которой обычно образуется мешочек. Берем оттенок тени потемнее и начинаем уже детально прорисовывать наши тени. Мы подчеркиваем складку верхнего и нижнего века и также подчеркиваем границы нашего будущего макияжа, где он у нас заканчивается. Область под бровью. Немножко растушевываем там, где кладем слишком четкие тени. Приступим к нашему сиреневому макияжу. Заливаем верхний и нижний века сиреневым оттенком и начинаем углублять на нем тени темно-сиреневым цветом. Темно-сиреневый мы закрашиваем внешний и внутренний уголочек глазика, как на верхнем, так и на нижнем веке, а также складочку верхнего века. Добавляем на наш макияж светло-сиреневого и пудрового розового такого оттеночка, для того, чтобы он смотрелся живее и интереснее. По контуру нашего макияжа проходим с насыщенным розовым оттенком и снижаем его непрозрачность, для того, чтобы создавался переход в кожу плавный. А затем светло-сиреневым оттенком подчеркиваем наш внешний уголочек глазика, серединку верхнего и нижнего века, для того, чтобы задать объем нашему глазу. На данном этапе мы не берем никаких новых цветов, просто берем пипеткой цвета с нашего рисунка и создаем градиент и плавный переход между цветами с помощью штриховки, как на макияже, так и на коже. Затем берем красновато-бордовый оттенок из вашей палитры и подчеркиваем им самые темные места. Это складочка нижнего века, переходящая в кожу, подчеркиваем им блики, складочку верхнего века, область под бровью и возле внутреннего уголочка глазика. Усиляем эту штриховку еще более насыщенным темным бордовым оттенком в тех же местах и этим же цветом прорисовываем небольшие заломы и складочки на верхнем и нижнем веке. Заливаем нашу бровь одним цветом на отдельном слой, снижаем непрозрачность где-то до 60%, заливаем белок нашего глаза и затемняем пространство под ресничками оттенком более насыщенным. Слое с белочком глаза можете прорисовать также и слизнячок, он будет где-то состоять из двух цветов, среднего, наиболее насыщенного красноватого и светло-розового оттенка. Не забываем раскрасить и радужку нашего глазика, затемнить ее по краям, чтобы у нее создавался объем. И на следующем слое мы снижаем непрозрачность при этом нашего чистового наброска, и на слое над нашим чистовым наброском начинаем прорисовывать все более аккуратно, но уже черным цветом. На этом слое в самые темные участки макияжа вы можете добавить слегка заметной черной штриховки, это внутренний и внешний уголок глаза на верхнем и нижнем веке, они у нас самые насыщенные. Прорисовываем зрачок нашего глазика и начинаем добавлять блики на отдельном слое. Каждый слой шаг я рисую на отдельном слое. Блики стараемся полностью повторить такие же, какие мы видим на референсе, передаем их форму и размер, единственное, что мы можем предположить, как выглядит блик под бровью и на скуле, мы делаем их немного больше и четче. Затем создаем новый слой с режимом наложения добавить, цвет не меняем, и проходимся по тем же местам, где мы рисовали свет до этого, уточняя наши блики и их границы, делая где-то точечные маленькие блики, подштриховывая чуть-чуть под нашим нижним веком, придавая сияние всем нашим бликам и объем. При этом этот слой вы можете немножко снизить, затем непрозрачнее, где-то до 70-80%, если блики кажутся вам яркими. Топели добавить цвета в радужку и теперь рисуем блики снова опять же, но уже белым цветом, без режима наложения добавить на самом верхнем слое. Здесь мы рисуем блики внутри глазика, под стрелочкой, я люблю такую стилизацию, и обводим все те места, которые хотим сделать более заметными. К радужке нашего глаза рисуем ее узор. Здесь вы можете рисовать узор как хотите, я предоставила вам в палитре три цвета, которыми пользовалась сама. Сверху мы рисуем такую полосочку светло-голубого оттенка, на отдельном слое снижаем ее непрозрачность, это дает глазу определенной подсветки. Мы уже видим почти завершенную работу, и на этом этапе добавляем темно-сиреневые штриковки в нашем макияже, подчеркивая ею блики и внешний внутренний угол глаза, где это необходимо. Я решила не пользоваться теми ресницами, которые мы рисовали, а нарисовать их заново. Я рисую их на отдельном слое, дублирую этот слой, и нижний слой размываю немного по гауссу и сдвигаю. Так ресницы кажутся объемными, как из-под эффекта такой туши с накладными ресницами. И обвожу реснички по контуру белым цветом на слой с белыми бликами. Прорисовываем волоски нашей бровки. С темно-бордовым цветом подчеркиваем блики. Под бровью и на скуле. И делаем фон. Я размываю некоторые линии, добавляю мазки хаотично. И в принципе наша работа уже почти готова. И здесь я уже занимаюсь украшательством. Добавляю веснушки на отдельном слое, снижаю их непрозрачно где-то 30%. Добавляю шума на нашу работу на 15%. И добавил красный блик в середину нашего глазика. И все, наш глаз готов. Надеюсь вам понравился этот урок. Подписывайтесь и обязательно ставьте лайк.